Да. Ну что ж, пришло время сейчас слушать Слово Божие. Я хочу верить, друзья, вы знаете, я, Библия написана о том, что время всякой вещи под солнцем. Я верю, что есть время, когда мы научаемся, я верю также, что есть время, когда Бог ободряет нас. Хочу верить, что сегодняшняя проповедь, она для кого-то из вас станет ободрением. Предыдущие две проповеди были таким хорошим научением, я думаю. И я уверен, что на домашних группах, те, кто ходят на домашние группы, вы разбирали. А те, кто еще не ходят на домашние группы, я рекомендую вам, друзья, не пропускать собрания домашних групп. Это хорошая возможность общаться, это хорошая возможность узнавать для себя что-то новое. Ну что ж, давайте помолимся и с Божьей помощью будем начинать. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня благодарны, действительно благодарны Тебе за то, что Ты рядом. Дух Святой, мы приветствовали Тебя на этом служении, мы продолжаем приветствовать Тебя на этом служении, мы продолжаем благодарить Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Сегодня открывай нам Слово, говори в наши сердца. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, тема сегодняшней проповеди звучит следующим образом. Успокойся и начинай жить полной жизнью Христа. Кто помнит, уходящие, заканчивающиеся сегодня вот это два месяца, мы говорили с вами о жизни человека, жизни христианина в Божьем присутствии. О том, какая должна быть реальная жизнь христианина. Какой она должна быть. Я уверен, многие из вас, вы испытали какие-то вещи. Мне на прошлой неделе одна сестра наша, которая за границей, за рубежом, она написала, говорит, пастор, слушайте, я никогда не думала, ну, находясь здесь, по одному воспринимала. Поехала за границу сейчас, и я по-другому совершенно вижу, говорит, я прямо обличалась. И я верю, друзья, что эти проповеди, они не должны оставлять никого равнодушным, потому что, если проповедь оставляет тебя равнодушным, тогда возникает вопрос. Точнее, если твоя жизнь, твое сердце, твое внутреннее состояние, оно никак не меняется, друзья, тогда вопрос, ну, как бы, что дальше? Чем оно все будет заканчиваться? Потому что, кто не знает, если помните, возвращаясь к предыдущей проповеди, однажды каждого из нас ожидает встреча со Христом. Аминь. Однажды. Каждый из нас, мы встретимся со Христом. Знаете, есть множество людей, у нас так выстроено, у людей о том, что мы думаем о том, что вот наша жизнь, это только наша жизнь вот здесь, вот в этом теле. Я вас, может быть, огорчу, возможно, кого-то, возможно, кого-то огорчу, но я хочу вам сказать, друзья, это совершенно не так. Более того, эта жизнь, вот эта земная жизнь, она всего лишь навсего, всего лишь навсего, ее значимость, ну, равняется, наверное, значимости сегодняшнего завтрака и влияния его на всю вашу жизнь. Скажите, сегодняшний завтрак или, там, возможно, вчерашний завтрак для вас был важен? Да. Ну, это же важный прием пищи. Вопрос, это влияет на всю вашу жизнь или только на один всего лишь ее день? Так вот, всего лишь на один день, друзья. Точно так же, знаете, завтрак ты сегодня позавтракал, а завтра завтраком ты сыт не будешь, тем, который ты завтракал вчера. Как я сказал, ты сегодня позавтракал завтраком, а завтра этот завтрак не играет роли, такой, как играл вчерашний завтрак для тебя. Друзья, абсолютно не играет. Точно так же в нашей жизни, касаемо самой нашей жизни. Если мы действительно хотим по-настоящему жить, я хочу вам сказать, вот это полная жизнь у Христа. Я хочу, чтобы мы с вами по-настоящему действительно начали ею жить. Какая она? Мы говорили два месяца, а теперь давайте будем, как говорится, жить. Итак, друзья, сама жизнь человека с Богом, она прекрасна. Я хочу прочитать вам одно место из Библии, которое, на мой взгляд, оно уникально, оно по-своему уникально. Это Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих. Смотрите, здесь написаны такие слова. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения именем моим. Не, все-таки давайте лучше Евангелие от Марка, 16-17, да. Итак, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, я хочу акцентировать ваше внимание, друзья, на взаимосвязь, которая есть в этом стихе. Смотрите, уверовавших. Апостол Павел нам очень четко говорит, он говорит, я веровал, потому и говорил. Я веровал, поэтому действовал. Я веровал. Знаете, апостол Павел настолько поверил, он настолько уверовал, он настолько посвятил и соединил свою жизнь Богом, что если вы прочитаете послание евреям, это уникальная жизнь, это жизнь уникального человека. Вы знаете, что дважды ему дали 39 раз палкой. Причем били, друзья, не исключительно где-то, знаете, там по мягким местам. Били, как говорится, куда попадет. И били очень сильно. 39 ударов палкой, жесткой палкой. Это не плетью, это палкой. То есть его считали мертвым. Его выбрасывали за городскую стену на свалку. Он приходил там в себя, немножечко в сознание приходил. Наверное, пару зубов выплюнул там, челюсть как-то поставил на место, ногти оторванные немножечко там стряхнул, кровь стряхнул, умылся, обтерся. И знаете, куда он пошел? Обратно в этот город, который его побил. Почему, друзья? Потому что он верил. Вы знаете, я думаю, что сегодня мы начинаем жить в то время, особенно во время войны, когда то, во что ты веришь, хочешь ты этого, не хочешь, а тебе придется жить, ну, скажем, тебе придется либо это применять в своей жизни, либо не применять. Я помню, как-то с одним нашим братом в начале войны разговаривал, ну, кто помнит, когда еще Киев так под обстрелом был, и у него такое, знаете, где-то слышит такое, бух, и у него все, начинается паника и молитва. Знаете, для многих верующих молитва это такой аутотренинг. Помните, как в этом фильме? Я самая боятельная и привлекательная. Я там то-то, то-то. Все мужчины обращают на меня внимание. И у некоторых верующих молитва, она превращается в такой аутотренинг. Знаете, где я молюсь просто для того, чтобы психологически немножечко успокоиться. Но, друзья, это же не так. Молитва, она выходит из нашей веры, и она продолжается верой, она заканчивается верой. А вера перетекает в жизнь, правда? И мы живем, друзья, вся наша жизнь, она должна созидаться, исходя из того, во что мы верим. И вот именно об этом я бы хотел как раз сегодня с вами говорить. Но в этом стихе, друзья, смотрите, написано, у веровавших будут сопровождать знамения. То есть то, во что ты веришь, то, как ты живешь, однозначно формирует твою жизнь. Однозначно влияет на твою жизнь. Однозначно оно будет видимо в твоей жизни. Правда же? Правда? Кто помнит, когда Иисус с учениками переплывал эту историю? Кто может вспомнить так? Переплывал Иисус с учениками озеро Генисарецкое. Море они его назвали, потому что оно большое. И случился шторм. Иисус спал на корме, ученики плывут, в это время шторм, лодку бросают вот так. И они просыпают, будут учители, они говорят, Иисус, Иисус, мы тут вот такое. Кто мне напомнит, что первое слово, какое первое слово им сказал Иисус? Маловеры. То есть он говорит, друзья, ученики, ребята, почему то, во что вы верите, когда нету шторма, вдруг превращается в совершенно другое, когда появляется шторм на море? Понимаете, я думаю, что этот вызов, эта проблема, она не закончена и сегодня. И скажу так, ну поймите только правильно, пожалуйста, очень прошу, не вырвите из контекста, но я хочу, чтобы вы поняли, слава Богу за сегодняшние стесненные обстоятельства, не дай Бог, чтобы они повторялись, но раз они есть, то слава Богу, потому что, по крайней мере, оно заставляет нас задуматься, увидеть себя со стороны во многих вещах. Правда же? Я всегда людям задаю такой вопрос, говорю, ты любишь людей? Да. А я говорю, откуда ты это знаешь? Если ты всячески пытаешься их избегать. Если ты не хочешь вообще с ними не иметь никакого дела, потому что они злые, плохие и вообще никому нельзя верить. Как ты уверен, что их любишь? Как, ну, легко любить тех, кто тебя не трогает, правда? Как же легко любить тех, кто не наступает на тебе на ногу в маршрутке или в метро? Как их легко любить, скажите? Можно даже помолиться, можно даже возложить руки, так, верой, не прикасаясь. Бой, ты же не знаешь, что будет дальше, если ты прикоснешься. Итак, друзья, что я хотел сказать? Вроде бы все понятно, вроде бы все легко, вот я для себя так записал, вроде бы все понятно здесь о том, что жизнь классная, аллилуйя, все с Богом, но почему-то у нас не получается построить жизнь. И вот для себя я записал основное, одно предложение, которое, на мой взгляд, оно содержит в себе весь смысл сегодняшней проповеди. Я вам его прочитаю. Звучит оно следующим образом. Основная проблема верующего человека в том, что мы хотим и пытаемся жить полной жизнью, которую приготовил для нас Бог. Вот это жизнь, да? То есть тебя будут сопровождать знамения, в твоей жизни будет происходить, ты будешь разговаривать с людьми, ты будешь разливать Божью любовь. Мы все этого хотим. Есть кто-нибудь, кто хочет этого в своей жизни? Мы все этого хотим. Правда в том, что мы все этого хотим. Но мы хотим этого начинать лишь тогда, когда сначала разберемся со всеми своими проблемами и вызовами. Друзья, очень много я всегда слушаю. Знаете, я стараюсь быть пастором, который не просто такой ответвленный, а какие-то проповеди проповедуют, а люди себе ходят, цитируют проповеди, а живут совершенно другой жизнью. Я хочу верить в то, что наша жизнь, она будет соответствовать тому, что мы проповедуем. Это не просто, это сложно, я это знаю. И я вот задался проблемой, почему многие люди ходят годами в церковь, ну вот ходят, 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 а жизнь у них другая. Так вот, я обнаружил, что одна из таких основополагающих проблем является следующее. Мы сначала хотим решить все свои проблемы. И когда мы разбираемся, нам кажется, что мы разберемся со всеми своими проблемами, после этого мы начнем жить для Бога. Я хорошо помню 2006-2007 год, я помню эти моменты, ну кто тогда еще не был верующим, вы не знаете, но я помню момент, я сейчас заработаю миллион, и тогда как начну служить Богу? И знаете, это время никогда не наступило у таких людей. Почему? Ну и никак миллион не заработает. Люди говорят, я сначала как разберусь со своими проблемами. Кто из вас когда-нибудь слышал такие слова? Я не буду говорить, говорил, слышал. От себя, не от себя, не важно. Говорит, слышали такие слова? Я сначала вот это решу, я сначала сейчас с семьей, я сначала вот это упорядочу, я сначала с документами, я сначала вот это сделаю, а потом я начну жить полной жизнью Христа. У меня есть для вас печальное, весьма печальное сообщение, новость, что хотите. Напишите себе как хотите. Вы никогда не начнете так жить. Вы никогда не начнете это делать. Вообще никогда. Абсолютно. То есть, я скажу так буквально, это такой, знаете, камушек в обуви, который все время нам мешает. Я помню один раз у меня как-то было, я пошел с одним братом, ну такая у нас была, скажем, молитвенная прогулка. Мы прогуливаемся, идем, и вот я иду, и в кроссовке чувствую, мне там попал где-то вот тут в этом районе, попал камушек. И я иду, и знаете, так быстро идем с ним, разговариваем, увлеченный разговор, а я все время иду и чувствую, думаю про этот камушек. Он у меня в ноге. И такой думаю, ну вот сейчас мы дойдем до конца, знаете, там где развернемся, дойдем, и я остановлюсь и вытащу. Мы доходим, он говорит, а давай еще пойдем. Я говорю, ну давай. И я же мужчина, знаете, это женщина, она бы остановилась, правда? Мужчины не такие. Мужчины сейчас все меня понимают, правда? Ты идешь до последнего. И вот я помню, мы дошли уже, мы прошли километров 8, не знаю, 8, 9 где-то прошли километров. Я прихожу, говорю, сейчас, одну секунду, потому что я уже терпеть не могу. Снимаю этот кроссовок, а там вот такой волдыряка. Маленький такой камушек. Я хочу вам сказать, друзья, вот это предложение, которое я прочитал, стремление христианина сначала упорядочить всю свою жизнь, чтобы потом начать жить вот той полноценной жизнью Христа, полной жизнью Христа, о которой мы читаем, где тебя сопровождают знамения, где ты служишь, где ты молишься за людей. Я задам сейчас, буду задавать вопросы, они не провокационные, они очень простые. Поднимите руку, пожалуйста, друзья. Кто из вас хотел бы молиться за людей, которые больны, чтобы они исцелялись? Есть такие люди или нет? Есть. Аллилуйя. Кто из вас хотел бы проповедовать людям, которые в безнадежном состоянии говорить им слова надежды о том, что выход есть и у Бога есть этот выход? Кто хотел бы это делать? Аминь. Кто из вас хотел бы заботиться сегодня о тех, кто угнетаемый, кому сегодня тяжело, кому плохо, может быть, кормить, может, чем-то помочь? Кто хотел бы служить милосердием, делами милосердия? Все хотят. Кто из вас хотел бы, друзья, помогать сегодня тем людям, например, военным помогать, к примеру, которым сегодня очень непросто поддерживать, быть рядом? Кто хотел бы таким служением? Хотели бы. Кто из вас хотел бы сегодня дарить надежду внутренне перемещенным лицам, например, в нашей стране, которым сегодня, друзья, вообще тяжело, вы понимаете? У их жизни вырвались корнем и никуда не посадили, вы понимаете? Есть такие люди? Есть. Кто из вас хотел бы в госпитале прийти к военным, там, где Иисус говорит, я был в больнице, вы меня не посетили? К тем, у кого сегодня, возможно, нету руги, нету ноги, или сегодня рано помочь им, поддержать, помолиться за них. Есть такие люди, кто хотел бы? Скажите, кто хочет жить вот такой жизнью? Кто из вас хотел бы увлекательной жизнью такой жить? Есть такие люди или нет? Нет. Я уверен, все, каждый настоящий рожденный свыше христианин сказал бы о том, что, и уверен, что он именно так хочет жить. Но кто из вас понимает, друзья, что именно эта жизнь чаще всего, она порой, ну не порой, чаще всего, она нам недоступна. Она как мираж. Вы знаете одно из свойств миражей в пустыне? Знаете какое? Ты приближаешься к нему, а он от тебя удаляется. У большинства верующих людей, к сожалению, они говорят, я вот сейчас, вот сейчас, 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 вот сейчас, сейчас, сейчас. Я бы, иногда, мне кажется, было бы классно завести верующим людям такой хронологический календарь, хронологическую книгу, когда они впервые пообещали, что вот они скоро, вот сейчас они начнут жить для Бога. Есть некоторые люди, вы удивитесь, у которых это уже 20-й год продолжается. 30-й год у кого-то. И из-за дня в день, из года в год, оно как бы вот с понедельника пойду. С понедельника начну. С понедельника я изменюсь. Друзья, почему у нас это не выходит? В чем причина? Еще раз говорю, первая, самая основная причина, и это самый, на мой взгляд, ну, большая причина. Сначала мы хотим разобраться со всеми своими вызовами, со всеми своими собственными проблемами, со всеми негараздомы нашего життя. Мы хотим. Смотрите, кто из вас хотел до карантина, до карантина, кто хотел служить Богу? Хотели или нет? Были такие люди? Хотели? А потом карантин случился. Как же служить? Сейчас карантин. Потом карантин вроде как закончился, началась война. Вот сейчас война закончится, как начну служить? А вы знаете, что когда закончится война, начнется еще что-то? Реально, лучше не хотите служить, друзья, чем вот это все время откладывать, откладывать. Это же смешно по-настоящему. Почему так выходит, друзья, еще раз, потому что мы хотим сначала, ну, украинское слово красивое, владна ты свое життя. Знаете, я хочу вам сказать, друзья, давайте посмотрим, что для нас приготовил Бог. Давайте откроем книгу пророка Еремии, 29 глава, 11 стих. Книга пророка Еремии, 29 глава, 11 стих. Бог говорит сегодня, обращаясь к каждому из нас, к тебе, к тебе. Рома, слышишь, к тебе он это говорит, слова, вот к тебе лично. Пастор Виталий, к тебе. Юрчик, к тебе он говорит эти слова, слышишь, какие? Ибо, давайте вместе со мной, громко читайте. Стоп, только я. Что означает слово только я? Фраза эта, только я, скажите. Никто более. А теперь, смотрите, друзья, какая интересная штука выступает у нас, выступает на первый план. Господи, я начну служить, мне нужно сделать вот это, вот это и вот это. А Бог говорит нам здесь, только Он. Скажите мне, какую функцию мы берем на себя в тот момент, когда мы начинаем вот таким образом пытаться структурировать, управлять своей жизнью, когда говорим, сначала я сделаю это, а потом это. Чью функцию мы пытаемся на себя взять? Бога. Мы хотим, чтобы Он не мешал, чтобы Он занялся, в конце концов, своим делом. Пусть помогает. Или не лезет. Слушайте, хотя бы честно сказали, хоть раз в жизни сформулировали. Господи, ты давай так, либо ты помогаешь, либо не мешай. Но помогать лучше, да, потому что Он же всесильный. Всегда хорошо иметь у себя в обойме такого партнера. Мы приходим в Богу, а хотим пожить еще немножко. Для себя. Из Него. Это вообще парадокс. Это у меня, знаете, такой когнитивный десант. У нас такой, в смысле? Потрясают многие на десятилетие. Да? К сожалению. Итак, смотрите еще раз. Что имеет для нас Бог? Он говорит, только я знаю намерение. Что значит намерение? То есть, у Бога есть план. Мы уже об этом с вами говорили. Намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во что? Во благо. Не на зло. Видите, как Бог, Боже мой, какой Он, Бог был бы классным адвокатом. Он ни о чем не забывает. Он говорит, послушайте, я знаю, что вы иногда думаете, что то, через что вам приходится проходить, это во зло. Это ничего не во зло. Вообще-то ничего не во зло. Бог говорит, это во благо. Чтобы дать вам будущность и надежду. Друзья, Бог приготовил для нас жизнь, в которой есть будущность, надежда, которая не во зло и которая во благо. И если такая жизнь с Богом, то у меня вопрос. Кто хотел бы начать такой жизнью жить? Правильный ответ все, да? Но, Господи, можно пожить сначала для себя? Так не получаю. Да, свободное от занятия самим собой время. Итак, друзья, смотрите, если исходить из этого стиха, то мы видим, что Господь создал прекрасный план для человека. И этот план, я ее называю, полная жизнь во Христе. Полная жизнь в Боге. Она прекрасна. Да, еще раз повторяюсь, в этой жизни есть свои нагоразды. Они есть. Ну, никуда ты от этого не денешься. Боже мой. Я помню, когда родился, помнишь, постровали? Когда родился Артурчик. Боже мой, вы бы видели. Это вообще такое бубочка. Илюха, когда у нас был маленький, он плакал. Там у него были такие моменты, когда он плакал по вечерам, по 2-3 часа. Этот вообще смеется. Бубочка, мама, не горюй. Но потом он начал, когда бегать, я думаю, Господи, лучше бы лежал. Потому что я начал плакать. Ну, в хорошем смысле этого слова. Потому что он вообще не останавливается. Сейчас он начал разговаривать, он вообще его остановить невозможно. Я иногда стою так. Я вот так вот том по 30 раз открываю, потому что я хочу что-то сказать некогда. Я не понимаю, куда вставить слово. Понимаете, мы вдвоем стоим с женой, мы не понимаем, как с ним разговаривать. Он все время говорит. Говорит, 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 говорит. И когда он заканчивает говорить, мы говорим, Артур, послушай. Знаете, какой у него ответ? Что он сказал? Помнишь, он говорит, мама, ну что я сделаю? Я люблю поговорить. Меня? О, не поверь. Это не то. Это не то, поверь. Это вы с ним не столкнулись еще, даже я там краснею. Так вот, друзья, смотрите, Бог для нас приготовил прекраснейшее будущее. Еще раз говорю, даже если иногда порой оно нам кажется немножечко таким стесненным, поверьте, оно хорошее, оно нормальное, оно классное. Но, что Бог хочет из этого стиха, чтобы мы понимали? Я хочу вам две вещи простые сказать сегодня. Бог хочет две вещи. Первое, Он хочет, чтобы исходя из этого стиха, первое, мы знали и понимали, какую Он приготовил для нас жизнь. Бог приготовил для нас полную благословение, благодати, обетование и жизнь. Вы понимаете это? Он приготовил именно такую жизнь. У кого-то из вас есть дети? Поднимите руку. У кого есть дети? У меня вот вопрос для вас, лично для вас, для всех детей. Находясь в здравом рассудке, в трезвом рассудке и в здравой памяти, вы какую жизнь для своих детей хотите? Почему мы думаем, что Бог хочет наоборот? Он тоже хочет такую жизнь для своих детей. И Он такую ее создал. Но первая проблема у многих верующих, мы не знаем до конца, какую жизнь. Мы бы хотели знать, но мы не знаем, какую жизнь. Нам кажется, мы все время пытаемся написать Богу собственный сценарий, по которому Он должен построить нашу жизнь. Нет, у Него есть сценарий нашей жизни. И этот сценарий нашей жизни, я на прошлом служении уже говорил. Первое, это сначала покаяться, примириться с Богом. Второе, это возрастать в Боге. Третье, это познавать Его. Четвертое, это познавать Его волю на свою жизнь. Пятое, это начать двигаться в своем призвании и предназначении. Я хочу вам сказать, друзья, мир, мир, вот мы говорили об этом на домашке. Самое богатое место в мире. Кто знает, где оно находится? Самое богатое в мире. Это не копальни там этих самых, в ЮАР, алмазы, где находятся. Это не залежи нефти и природного газа. Это не залежи золота где-нибудь там в Воркута, Магадан. Знаете, где самое богатое место в мире? Это кладбище. Потому что на кладбище находятся миллиарды нереализованных судеб. Вы понимаете? Миллиарды судеб, которые отказались жить по Божьему плану. Потому что они сказали, я думаю, что мой план интереснее. Миллиарды, друзья, вот можете идти, мы с женой, вот на той неделе, на этой неделе мы были на кладбище. У меня жена идет, и знаете, что я вижу? Я вижу так, родился, черточка, умер. Родился, черточка, умер. Родился, черточка, умер. Вы понимаете, что это жизнь большинства людей. К сожалению. Я не говорю, что у нас так не будет. У нас, скорее всего, тоже так и будет примерно, я имею в виду. Но мне бы хотелось, чтобы вот в эту черточку поместился Божий план. Вы понимаете? Библия говорит нам, что наших дней жизни 70 лет, при большей крепости 80. Так вот, друзья, для чего нам даны эти годы? Для чего Бог их нам дал? Он дал для того, чтобы мы прожили полной жизнью Христа. Знаете, я всегда людям пытаюсь объяснить, вот примерно, представьте себе, представьте себе, что вот здесь где-то, плюс-минус, вот тут, это начало моей жизни. Вот я родился, вот я родился тут. И смотрите, вот там где-то, вот около микрофона, видите, вот здесь такой вот, ну, обрыв. Вот представьте себе, что это конец моей жизни, да? И вот я задаю всегда людям вопрос. Ты можешь визуализировать самому себе, как примерно должна проходить твоя жизнь? Хотите, я покажу, как у большинства людей она реально проходит? У большинства людей она примерно проходит так. Первые там год их носят на руках. Они не ходят, их носят. Потом они начинают ходить, начинают по чуть-чуть бегать. Вы видели, что дети маленькие не ходят? Они бегают, им равновесие удержать, им бегать надо. Потом они начинают бегать, бегать, до 20 лет бегают. Потом начинается, смотрите, начинается. Ой, что-то здесь болит. Ой, что-то тут у меня болит. Ой, здесь у меня что-то. К 40 годам уже, знаете, такой, уже просто все, кряхтит. К 50 годам это уже все, это набор, ну, набор, как этого самого, патолога, для патолога-анатома. Будущее, знаете, такое, будущее, инструкция для патолога-анатома. К 60 годам это вообще такой, а в 70 несите меня 8. И вот смотрите, заканчивается жизнь, и примерно, знаете, вот это движение на обрыве вот такое. Вот знаете, такое, подтолкните меня, и я упаду. Я умру. Друзья, вы понимаете, что Бог вообще не так это видит? Бог видит примерно так. Смотрите, вначале тебя носят, потом ты начинаешь бежать, и задача твоя, внимание, задача каждого человека, встретившись с Богом, встретившись на своем жизненном пути с Богом, начать бежать так, чтобы когда он достигает этой точки, лет 80, оттолкнуться и улететь в небеса. И не заметить, как это произошло, вы понимаете? Вот в чем, вот, друзья, старость очень скучная вещь для тех людей, которые не знают, зачем жить. Понимаете, для многих людей пенсия это приговор смертный, потому что до 65 лет хотя бы надо ходить на работу. Они бубнят, они бухтят, они недовольны, но ты забери у них это, и все. И незачем жить, понимаете, незачем. Но когда ты с Богом, ты разбегаешься, ты живешь этой полной жизнью. Вопрос просто один, почему у нас это не получается? Почему мы не хотим по-настоящему жить этой жизнью? И вот здесь, друзья, я вот написал для себя. Я абсолютно убежден, что сегодня сам Бог, вот этими словами, друзья, Он обращается к нам. Он обращается к нам вот этими словами. Он знает намерения, Он говорит, они во благо. Поверь мне, поверь Богу, что Его намерение о твоей жизни во благо и начни жить этой жизнью. Можно вернуть этот слайд, там где две вещи? Первое, знать. И второе, смотрите, успокоиться и начать жить этой жизнью. Полной жизнью с Богом. Не ждать, когда я завтра начну проповедовать. Не ждать, когда я освобожусь. Сегодня начать этой жизнью жить. Вы понимаете? Сегодня жить этой жизнью. Туда скажут, пастор, вам легко, вы же пастор. Да, при чем здесь я пастор? Я это-то здесь при чем? Это вообще никак не влияет, например, на то, что мы служим военным. Вообще никак не влияет. При чем здесь это? При чем здесь то, что ты проповедуешь тем, которые не знают Бога? Ну, то, что я пастор или не пастор. Ну, это вообще никакой роли не играет, вы понимаете? Это вообще, это осознание своей жизни. Я скажу вам так, друзья. Для меня функция пастора, вот есть у нас, например, Саша и группа порядка. Есть группа прославления. Вот смотрите, есть у нас звукооператоры служат, есть видеооператоры. Смотрите, они служат в церкви, а я служу тоже в церкви пастором. Вот и все, вот и вся разница. Пастор, друзья, это не, как бы объяснить вам, это не какая-то профессия, в которой ты живешь. Это просто служение в церкви. А жизнь твоя, она совершенно должна быть такой, вот какой ее Бог видит. И она у всех верующих одинаковая, вы понимаете? Единственным исключением это просто призвание твое, в котором ты двигаешься. Но жизнь, настоящая жизнь, она у каждого человека, друзья, ну вот она прописана Богом, она одинаковая. Так вот, я хочу, друзья, чтобы мы с вами поняли, что, правда в следующем. Какие бы ни были сегодня обстоятельства в твоей жизни, Бог должен быть выше этих обстоятельств. И это проявляется в том, какой жизнью ты готов жить сегодня. Вот и все. Если ты готов жить жизнью вот в этих обстоятельствах, жизнью, которая для Бога, которая живет Богом, которая наполнена Богом, жизнь полная Христа, полная Бога. Если ты готов жить, значит, ты понимаешь, кто такой Бог. Если ты не готов, значит, ты не видишь его выше обстоятельств. Вы понимаете? И это проблема. Это проблема, с которой нам надо разобраться. Причем надо разбираться сегодня, сейчас, прямо сейчас, потому что потом уже может быть поздно. Давайте откроем книгу пророка Исаия, 7 глава, 4 стих. Это как раз для тех людей, которые слишком часто, сильно, мощно, ответственно, главное, главное ответственно, я ответственный человек, я же не могу все бросить, ответственно смотрят на обстоятельства в своей жизни. Вот я вам приведу пример. Была такая ситуация, израильский народ, вышла против него одна часть израильского народа и еще двое царей, которые присоединились. Три царя объединились против одного народа. Три. Три. Против одного. И вот смотрите, что Бог отвечает через пророка. Он говорит, скажи ему, наблюдай. Зачем наблюдать он должен? Он должен, их окружили, их взяли в осаду город, в котором они жили, три войска против одного. Как вы думаете, это равносильная битва или нет? Неравносильная, правда? Но что он говорит? Наблюдай. То есть смотри за тем, что происходит. Наблюдай за теми, кто тебя окружил. Наблюдай за их вооружением. Наблюдай за их силами. Наблюдай за их боевыми криками. Наблюдай за ужасом, который они пытаются наводить. И смотри, что он дальше пишет. Наблюдай и будь спокоен. Вы знаете, что для большинства людей война, и я хочу сказать сегодня для нас, к сожалению, некоторых в том числе, война стала определенным триггером, который позволил нам жить той жизнью, которая нам не позволяет жить Бог. Вы понимаете? Точнее, я скажу так, он не хочет, чтобы мы жили такой жизнью. Я знаю людей, которые говорят, война, ты не знаешь завтра, что будет, поэтому живи сегодняшним днем. И они как начали жить сегодняшним днем, они остановиться до сих пор не могут, вы понимаете? Мне кажется, что когда и война закончится, они уже не остановятся. Друзья, война или еще любые обстоятельства, они не являются причиной. Вот мы видим, его окружили, он говорит, наблюдай и будь спокоен. И дальше он говорит, не страшись. И да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева, говорит, сына Исириан и сына Рималиина. Он говорит, послушай, я знаю, через что ты сейчас проходишь. Я знаю обстоятельства, я понимаю, но это не является причиной, поводом или оправданием, основанием для того, чтобы ты перестал жить жизнью полной Бога. Жизнь для Бога, жизнь, которую Он для тебя приготовил. Кто еще раз напомнит мне, евреям, этот самый, простите, Еремея 29.11, какую жизнь Бог приготовил? Он говорит, ибо только я знаю намерения. Какие эти намерения? Во благо, а не во зло, чтобы дать тебе будущность и надежду. Он хочет подарить будущность и надежду. Но мы сегодня, друзья, вот мы смотрим и мы наблюдаем больше за вот этим, и мы не можем успокоиться. Нас все это волнует. Вы знаете, поговорите с какой-нибудь мамой, которая приходит с проблемой, когда у нее, например, зависимость ребенка. Что ее приводит к Богу? Проблема зависимости ребенка. Что движет ее молитвенной жизнью? Проблема зависимости ребенка. Что движет ее страстью по Богу? Проблема зависимости ребенка. Как только решается проблема зависимости ребенка, большинство таких людей остывают. Все, они заканчивают свою жизнь. Просто на этом заканчиваются. У некоторых людей, по великой милости Божьей, Господь просто не дает решения этой проблемы. Знаете почему? Он очень сильно любит, он не хочет, чтобы вы прекратились. Сколько я видел сестер, которые ревностно служат, пока не вышли замуж. Вышли замуж, смотришь, подменили ее. Все, она вся такая, вы что, не понимаете, мне готовить кушать надо? А что, раньше тебе не надо было готовить кушать, что ли? Ну, просто закончилась причина, вы понимаете? И я хочу сказать сегодня, друзья, жизнь настоящего христианина, она соответствует Божьему плану. Итак, друзья, проблема в следующем. Если мы с вами не сможем успокоиться, скажу вам так, в лучшем случае идеальный вариант, знаете будет какой идеальный вариант? Ты будешь стоять на месте. Будет идти время, люди другие будут расти, жизнь других людей будет изменяться, развиваться, ты будешь стоять на месте. Худший вариант, твоя жизнь начнет деградировать. Вы знаете, что лягушка, которую варят, ее никогда, ну, бросьте ее в горячую воду, она будет выпрыгивать. Начните ее варить в холодной воде, ей будет комфортно. Она просто уснет. Так происходит с большинством верующих людей. Мы засыпаем. Мы засыпаем, потому что сегодня такие обстоятельства, завтра такие, завтра такие, завтра такие. И ты уже становишься таким профессиональным решалом обстоятельств. Такую ли жизнь Бог для тебя приготовил? Это ли Он хочет от тебя? Нет. Он не хочет этого от тебя. Чего тогда хочет Бог? Бог хочет, чтобы ты жил полной жизнью Христа. Полной жизнью Христа. Еще раз повторюсь. Какая-то жизнь, мы говорили с вами на прошлом уроке. Давайте прочитаем 7 глава, 9 стих. Что Бог отвечает, когда этот Исаиат сказал, а царь такой дергается, он не понимает, что ему делать. Смотрите. И он говорит ему, глава Ефрема Самария, глава Самарии сын Рималиин, но если вы не поверите, потому что вы не удостоверены. Другой перевод говорит, в украинском написано в переводе так. Якщо вы не поверите, то не встойте. Друзья, знаете, в чем причина? Причина в том, что на самом деле мы вроде бы верующие, мы вроде бы верим Богу, да? Но жизненный вопрос, он звучит буквально следующим образом. Насколько ты способен Ему поверить? Или так скажу, перефразирую. Способен ли ты верить Богу настолько, чтобы посреди любых обстоятельств принять решение все равно жить Его жизнью? Любишь ли ты, доверяешь ли ты Ему настолько? Доверяешь ли ты Ему? И смотри, он говорит, вот здесь, смотрите. Якщо вы не поверите, то и не встойте. И я хочу сказать сегодня, эти слова Бог точно так же обращает к нам. Сегодня жизнь, она как, как бы вам объяснить, она даже не как машина. Она как, наверное, грузовой состав, который движется на скорости 300 км в час. Ты не остановишь ее так, ты не железный человек, ты не человек-паук. Ты не остановишь это метро вот так, поезд, понимаете? Он просто тебя снесет, вы понимаете? Ну, мне иногда кажется, что мы как верующие, мы настолько позитивно себя убедили в том, что вместе с Богом мы все поезда остановим. Я хочу вас огорчить. Вы не можете остановить некоторые поезда. Более того, их не нужно останавливать. Знаете, что нужно делать? Слушайте внимательно. Делюсь мудростью. Слушайте, если ты стоишь на рельсах жизни, и на тебя несется подсостав под названием обстоятельства этой жизни. Знаете, что надо сделать, чтобы не попасть в аварию? Перейди на рельсы под названием, на полосу, на колею под названием Божья воля. Там ездят поезда, но они ездят рядом. И ты начинаешь жить. Кто-нибудь из вас читал эту историю до конца? Чем она закончилась? С осадой Израиля вот в этой истории. Никто не читал Исайя 7 глава? Израильтяне победили. Потому что они поверили. И поэтому они устояли. Они поверили, друзья, не тому, что видели их глаза. Они поверили тому, что сказал Бог. Они поверили Божьему плану. Я хочу сказать сегодня, друзья, какие бы ни были обстоятельства, поймите. Возможно, вам кажется, сегодня обстоятельства вообще неблагоприятные. Возможно, кажется вам сегодня, что вообще, как можно? Сейчас надо вот это все. Сейчас нужно пахать, пахать и пахать. Вы удивитесь. Вы очень сильно удивитесь. Но у Бога, возможно, есть другой ответ. Возможно, Бог видит тебя в другом. Возможно, Бог хочет тебя вытолкнуть в другое место. Знаете, я люблю изучать историю. История – это один из предметов, который… Он дает многие объяснения. Кто из вас слышал о такой истории в средневековой Европе? Она называлась «Черная чума». Никто не слышал времена чумы? Страшные времена. Когда была чума, сотни тысяч людей умирали в день. Просто, друзья. Мор вот так, знаете, мор был везде. И это была такая… Тут хотя бы врага ты видишь. Ты видишь его, ты можешь в него там джавелином, там, винтовкой стрельнуть. А там ты ничем не можешь. Ты эту чуму не видишь, вы понимаете? Ты ее никак не видишь. Вот ты стоял, 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 хоп, а вдруг, оп, и умирает человек. Ты ее никак не видишь. Враг коварный очень сильно. И произошла такая общая деградация. Мало того, что в феодальной строй так все было грустно. Все было жестко. Средняя продолжительность жизни людей 30-40 лет. Вы знаете, как Европа пережила? Кто вот, может быть, изучал историю? Кто знает? Какой ответ? Что дало толчок Европе, чтобы она вышла из феодальной средневековой Европы и превратилась в страну, в которой ценности. Она стала вообще другая совершенно. Никто из вас не слышал? Искусство, ренессанс, эпоха ренессанса. Это картины. И знаете, что было основой картины? Это искусство, это музыка и так далее. В это время начинают писать Иоганн Себастьян Бах. Кто мне, ну, может быть, кто-то знаком. Какие песни он писал? Музыку какую он писал? Он писал музыку, прославляющую Бога. Это были песни, которые славят Бога. Это были гимны. Какие картины большинство эпохи Возрождения было? Это были картины, которые повествовали о библейских сюжетах. Что произошло? Резкий рост ценностей, системы ценностей людей, он изменил целую средневековую Европу и дал толчок протестантской реформации. То есть, вот это все, друзья, начало подниматься. Вы знаете, я хочу сказать, что поможет по-настоящему Украине, друзья, когда закончится война, не попасть в 90-е годы? Сказать вам? Верующие люди, которые перестанут жить для себя. Вы очень сильно удивитесь сейчас. Вы скажете, о, как, а при чем здесь я? Запомните, если в этой стране не будет людей, которые живут и живут ценностями Бога, живут исполнением Божьей воли, я хочу вам сказать, мы легко скатимся в 90-е годы. Я знаю, что есть некоторые люди, которые этого боятся, и они готовы даже, как только это произойдет, быстренько отсюда. Но, друзья, подумайте, почему Бог вас оставил здесь. Почему Он нас оставил здесь. Поэтому, друзья, доверьтесь, поверьте Богу, чтобы успокоиться и начать жить, проживать ту жизнь, которую Бог запланировал для тебя. Как именно это осуществить? Проповедь достаточно будет короткая. Практические пункты. Но перед этим, друзья, одну мудрую вещь, прочитаю вам веселую, как всегда, чтобы немножко расслабить вас. Итак, приходит пациент к врачу и говорит, врач, дорогой врач, говорит, что мне принять, чтобы нормально спать по ночам? Слава Богу за мудрых врачей. Знаете, что он отвечает? Примите Божью волю. Что мне принять, чтобы спать нормально по ночам? Принимай Божью волю. Прими ее. А это, оказывается, порой очень сложно. Так вот, практические рекомендации. Как же это осуществить? Итак, первая рекомендация, друзья. Примите Божий план, как единственный совершенный вариант вашей жизни. Примите, примите, согласитесь. Это я знаю, звучит очень странно. Говорить это в церкви людям, которые покаялись, которые знают Бога, говорить им о том, что примите этот совершенный план. Но я хочу вам сказать, друзья, это надо делать сегодня. Примите этот план. Примите, то есть реально его, примите этот план. Попробуйте его принять. Потому что, если вы другой любой план хотите принять, я за вас рад, но он бесперспективный. Он не имеет в себе, ну, ничего, никакого смысла. Поэтому, как именно это осуществить? Первое, примите Божий план. Научитесь его принимать. Пересмотрите еще раз две проповеди, которые у нас были до этого, друзья. Какая жизнь должна быть, какой должна быть моя жизнь в ожидании Божьего присутствия, и вы поймете, какой план нужно принять. Второе, друзья. Второе. Учитесь доверять Богу, начиная с малых вещей. Знаете, есть такая философия японская, может быть, кто-то слышал, кайдзен. Слышали, Ката? Кайдзен. Не знаете же? Это называется искусство маленьких шагов. Не слышал никто? Что такое искусство маленьких шагов? Он говорит, ты не можешь сделать большой шаг. Но это правда. Некоторые шаги у нас не получается сделать. Он говорит, делай маленькие шаги, но каждый день. То есть, по чуть-чуть, но каждый день. По чуть-чуть, но каждый день. Так вот, друзья, если по-настоящему мы хотим с вами доверять Богу, начните с простых вещей. Например, молитва и общение с Богом. Кто-то сказал, а каким образом это может на моей жизни отразиться? Молись, потому что Бог сказал, что его есть воля, чтобы мы молились. Правильно? Он говорит, должно вам всегда молиться и никогда не унывать. Это его воля? Его воля. Доверься ему. Попробуй молиться. Просто попробуй молиться каждый день. И что ты увидишь? Кто из вас молился каждый день? Я не буду говорить молиться. Не надо. Кто молился когда-нибудь каждый день? Молились? Как вы себя ощущаете? Отвратительно, да? Очень хорошо. Ну, попробуйте довериться. То есть, смотрите, почему это важно. Если ты попробовал молиться каждый день, возьмите одну неделю и начните молиться каждый день. Вот. Одну неделю каждый день. К концу недели вы научитесь доверять Богу в простой вещи о том, что его план лучше. Потому что у вас есть сравнение. Вот ты жил, и ты не молился. Или, точнее, молился только тогда, когда у тебя тревога. А тут ты начал молиться, потому что это Божий план. И ты видишь, что слушай, так это круче. Ну, мы же здоровые люди, правильно? Мы же способны выбирать между двумя вещами. Окей. Второй пункт, друзья. Познание Бога, невзирая на вызовы жизни. То есть попробуй познавать Бога сегодня, а не дергаться в зависимости от того, в какие обстоятельства попала сегодня твоя жизнь. Знаете, я вот помню этот момент такой, когда началась война. Это такой, ну, экзистенциальный вопрос для множества людей. Я знаю, что он сложный, но его важно научиться задавать. Вообще, важно научиться общаться с Богом, когда ты попадаешь в проблемные обстоятельства в своей жизни. Я помню этот момент, когда я молюсь, и такой вопрос. Говорю, господи, мне оставаться или не оставаться? То я скажу, пазл, у вас такой вопрос. Да, у меня такой вопрос, потому что я человек. И знаете, если мне кто-то скажет, я даже не задумывался. Ну, честно, тут два варианта. Либо человек легкомысленный, либо второй вариант, он что-то не договаривает. Да, меньше. 60 километров до границы, виза есть, все открыто, едьте, все вообще без проблем. Я даже заправился первым на БРСМе, там очереди еще даже не было. Представляете себе? Еще очереди не было. Никого нету. Вот, 5 минут, буквально 10 минут после тревоги, едь. Я говорю, господи, ну что ты хочешь для меня? Смотрите, познавать Бога, невзирая на вызовы жизни. То есть, я понимаю, какой вызов сейчас начинается. Я понимаю, какой замес, ну, извините за выражение, за такую фразу, пойдет. И ты спрашиваешь у Бога. Друзья, научитесь узнавать Его волю. Ну, спрашивать Его волю. Спрашивайте Его волю, когда вы собираетесь жениться и выходить замуж. Спрашивайте Его волю, когда вы собираетесь выбирать страну, спрашивайте Его волю, когда вы рожаете детей. Спрашивайте Его волю, когда вы собираетесь работу там, менять профессию. Спрашивайте Его волю. Приучите себя спрашивать Божью волю. В простых вещах. В простых вещах. Спрашивайте Его волю, когда нужно инвестировать деньги куда-то. Этот человек меня подвел. А ты у него спрашивал у Бога перед тем, как... Или ты посчитал, сколько тебе это принесет? Большинство людей посчитали, сколько им это принесет. Вы поняли? Но не спросили у Бога, надо это делать или нет. Третий пункт, друзья. Как можно еще учиться доверять Богу в малых вещах? Благовестие тем, кто еще пока не познал... Не, назад, назад еще. Это мы пока... Благовестие тем, кто еще пока не познал Бога. У меня вопрос. Кто-нибудь из вас на улице вообще когда-нибудь проповедовал людям? По-настоящему, искренне. Делали это или нет? Делали? Как вы себя чувствуете? Видите? Помните, я сказал, что жизнь полная Христа. Она такая. Она прекрасная. Следующий пункт. Жизнь в призвании. Ну, попробуйте вы спросить у Бога, Господи, а для чего я родился? Ну, хотя бы задайте ему этот вопрос. Вот у меня вопрос. Давайте проведем маленькую статистику. Кто-нибудь из вас когда-нибудь спрашивал у Бога вообще, Господь, зачем я родился? Только честно. Спрашивали или нет? Спросите у Него, если вдруг вы не спрашивали. Может быть, вы спрашивали еще раз, надо прийти к этим вопросам? Да, надо быстрее. Энергичнее спрашивайте. Итак, друзья, постоянно культивируйте в своем сердце жизнь в доверии и спокойствии величия Бога. Послушайте, несмотря ни на что, помните, он говорит, смотри, наблюдай за этими двумя дымящимися головнями и будь спокоен. Учитесь жить в спокойствии. Учитесь. Приучайте себя жить. Третий пункт, друзья. Третий пункт. Учись видеть в жизни вокруг тебя то, что видит Бог, а не то, что говорят тебе обстоятельства. Вы знаете, я заметил, что большинство верующих людей у нас какая-то интересная, такая странная жизнь. Очень специфическая. Я помню, в начале войны у нас даже с женой был такой немножко, ну, такой, наверное, конфликт, я бы сказал даже. конфликт. Мы начали 14 февраля, кто помнит, молиться о том, чтобы Господь, ну, за Украину, чтобы Господь защитил нашу страну. Я помню, вот еще до начала полномасштабного вторжения меня жена задает вопрос. Она говорит, ну, как ты думаешь, будет война? Помнишь момент? Я ей говорю, я, я, Андрей, я, я думаю и я убежден, что она будет. И у меня жена так, как так? Ты же молишься, ты же веришь, ты же в молитве ведешь, что войны не будет и так далее. Я говорю, послушай, я верю, но как человек я еще и думаю. И это две такие вещи, которых многих людей, они, знаете, они приводят такой ступор немножко, потому что ты, типа, веришь и живешь в разных вещах, в разных реальностях, но это неправда. Я говорю, послушай, я ей объяснил. Я говорю, смотри, если бы я верил в то, что будет война и жил этим, то я бы убежал 14 февраля. Помнишь, Володя, наша с тобой встреча за 4 или 5 дней до начала войны, помнишь? Я ему говорю, послушай, что-то будет. Будет. Помнишь, мы стали возле Новуса, стоим, я говорю, Вов, что-то будет. И мы говорили, то есть я как человек понимаю, что надо уехать, но решение-то я какое принимаю? Я принимаю Божью волю, то есть я говорю, Господь, я продолжаю молиться. То есть мы продолжаем молиться. Почему мы сегодня продолжаем молиться? Потому что мы верим в Божью волю. И если я верующий, то мне лучше верить, друзья, еще раз смотрите, учись видеть в жизни вокруг тебя то, что видит Бог. А теперь у меня вопрос, кто из вас понимает сегодня за вот эти 600 почти дней войны, что Украина меняется потихонечку. Хотите, я вам сейчас скажу одну вещь? Мы бы с вами никогда в жизни, скорее всего, не увидели таких перемен в такие сроки, если бы вдруг сегодня не произошло то, что произошло. Многие вещи, друзья, по-настоящему, они переоценены нами, переоцениваются по-другому. Да, этому есть цена. Да, это трагедия. И да, это смерть. И да, это жизнь. Это печально все. Но, друзья, что-то происходит. Происходит какая-то перемена. И мне бы очень хотелось. Знаете, я не знаю, мне бы хотелось каждому верующему так взять, знаете, под расписку сказать. Если ты действительно по-настоящему благодарен тем людям, которые отдали свою жизнь на фронте, послушай, начни жить вместо этих людей. Это означает, что ты по-настоящему в этот момент, ты понимаешь, для чего твоя жизнь, для чего она была создана. Вы знаете, что я верю, убежден абсолютно, что наши военные абсолютно профессиональные люди. Они очень профессионально забирают жизни врагов. Но мне бы очень хотелось, чтобы многие верующие, мы стали тоже профессионалами, как верующие, чтобы мы профессионально дарили жизнь. Чтобы мы начали жить, друзья, вот этой полной жизнью Христа без оглядки на обстоятельства. Сегодня ты разговариваешь, еще раз повторюсь, с верующими, почему ты не служишь? Ой, пастор, у меня сегодня вот это, у меня сегодня то, у меня сегодня это, у меня сегодня то. Я как-то помню, приехал, вот ездили там с Вовой, приезжали, ну, что ты хромаешь? Говорит, походу, мениск раздавил. И знаете, куда он собирается на следующий день? В атаку. С раздавленным мениском. Брат, ты чего не был на служении? Ой, что у меня сегодня какое-то состояние какое-то, как-то не очень я себя чувствовал. Как-то не очень я себя чувствовал сегодня. Как-то по фэншую сегодня было не тот день у меня. У меня какой-то парадокс, вы понимаете, друзья? Мы так сильно сосредоточились где-то на что-то такое, понимаете, вот такой, самих такой себя. Никак жить не можем начать. Как знаете, как вот этот драндулет, который уже уже аккумулятор скоро сядет, такой да заведись ты уже. Ну сколько ж можешь, заведись уже. А потом уже такой и там уже Ой, пастор, сели батарейки. Да уже ж восьмой раз сели. Давай, может, с толкача попробуем. А может, с горки тебя спустить уже, да ты заведешься как-нибудь. Ну, понимаете? И вот это вот все время, ну и говорит. Я всегда говорю всем, говорю, послушайте, я прочит. Не помню кто, вот честно, не буду брать. По-моему, Билли Грэмс сказал, он говорит, Богу легче и проще. Запомните, остановить одного взорвавшегося грешника. Чем расшевелить одного ничего не хотящего дела и христианина? Одного. Ну, сотню грешника может остановить, а христианина не может расшевелить. Это же парадокс какой-то. Следующий пункт, друзья, следующий пункт, он звучит следующим образом. Живи, пятый пункт, живи жизнь, о, четвертый, простите, живи жизнью в духовном прорыве. То есть, приучите себя прорываться. Вы знаете, я помню, как-то один раз мы делали, по-моему, если не ошибаюсь, у нас было, помните, выезд был в фаворе для лидера домашней группы. Я помню, говорю, пастор Света, помните, в подвале, говорю, помолитесь полчаса, ну так, в огне Духа Святого. И я прихожу, и один брат мне говорит, не буду называть именем, один брат мне говорит, говорит, слушай, так классно, так хорошо, так здорово, прорвались. А я говорю, так вы каждый раз на домашней группе должны так прорываться, вообще-то. Друзья, приучите себя. Вы знаете, что должен быть прорыв? Вообще, жизнь, это жизнь прорыва. Кто из вас ожидает хороших новостей о контрнаступлении украинском? Есть такие люди? Кто ожидает? Так вот, начните контрнаступать в своей жизни сначала. В чем? Первое, научитесь прорываться в молитве. Прорвитесь в молитве. Прорвитесь в изучении слова. Начните читать, начните писать. Прорвитесь в хвале, друзья. Ну, по-моему, у нас можно прерываться в хвале. Прорываться в хвале. Вообще легко, правда? Прорвитесь в служении, друзья. Начни, сделай то, чего ты никогда не делал. Удиви всех и в первую очередь себя. Сделай это. Сделай это. У меня вопрос такой, не вопрос, точнее, такой, шутка юмора. Кто мне напомнит, исходя из Библии, когда Иисус умер и воскрес, куда он пошел встретиться с учениками? Кто напомнит мне? Куда он пошел? К морю. Потому что они все бросили и пошли себе... Занимались всегда. Так вот у меня, друзья, такое впечатление. Хочется сказать всем. Хватит ходить к морю. Хватит каждый день ходить к морю. Вы понимаете? Мы уже там живем, на этом море. Вы понимаете? Там заминировано. Не ходите к морю. Пора жить, начать. Итак, друзья, еще раз. Что я хочу сказать, друзья? Не позвольте обстоятельствам стагнировать твою жизнь. Какая тема сегодняшней проповеди? Кто мне напомнит? Успокойся и начни жить жизнью полной Христа. Полной жизнью Христа. Успокойся. Успокойся. Хватит переживать. Как будто бы от тебя, от твоих переживаний зависит что-то. Знаете, вот это вот, ну, я ничего личного. Простите меня сейчас, сестры, простите. Знаете, вот это типично женское. Господи, когда это все закончится? Ну, для женщины это нормально. Задавайте этот вопрос. Ну, вы же сами знаете, что вы ответа никогда в жизни не получите на этот вопрос. Вы знаете? А? Ну, я поэтому говорю, пусть женщины задают. У меня парадокска, мужчины этот вопрос задают. Оно закончится тогда, когда, друзья, скажут победа. Вот в тот момент все закончится. Поэтому сегодня хочу сказать, друзья, по-настоящему, давайте помолимся. Доверьтесь Богу. Пускай сегодня эта проповедь станет действительно для нас с вами ободрением, толчком для того, чтобы уже жить этой жизнью. А не просто о ней слышать, мечтать или слушать из истории других людей. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы сегодня благодарим Тебя, славим, превозносим, величаем Тебя, наш Бог. Во имя Иисуса Христа. Господи, мы сегодня слышали Твое Слово. Мы сегодня назидались, Господь, Тобою. И мы просто просим Тебя, Господь, сегодня. Ты открой наше сердце. Господь, я молюсь Тебя, если есть сегодня тревога, если есть сегодня переживания, Господи, успокой каждого в Тебе. Успокой, научись успокаиваться в Тебе. Ты сказал в Своем Слове, только в Боге успокаивается душа моя. Только в Тебе успокаивается душа наша. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты стал успокоением нашей души, нашей жизни, нашей судьбы, нашего сегодня, Господь. Стань этим успокоением во имя Иисуса Христа. И дай нам жить, Господь, по-настоящему начать жить. каждому христианину как церкви дай нам начать жить полной жизнью жизнью полной христа во имя иисуса христа и весь народ да скажет аминь аминь давайте дадим богу славу а теперь послушайте внимательно дорогая церковь я знаю ну кто помнит у нас сегодня пост и молитва служение не окончено пожалуйста и потому что я заметил когда начинается пост и молитва у нас почему-то такое